Второй день для участников фестиваля начался опознавательно. Ребята из всех четырех направлений деятельности РДШ утром посетили экспериментанию. Там они смогли воочию увидеть захватывающие доказательства весьма скучных теорем физики. Более 50 экспериментальных моделей показали активы РДШ все через оптики, механики, акустики и электричество. Чем быстрее вращается сфера, тем больше насдаливается с полюсов. Это доказал Исаак Ньютон. Давайте проверим на собственном опыте. Все активисты внимательно рассматривают экспонаты. И каждый из них выбрал для себя сам познавательный и завораживающий. Никита Бодрев – лидер одной из пилотных площадок РДШ. Ведущий законы физики он знает наизусть. И сегодня ему посчастливилось увидеть действие теорем на практике. Мне понравился эксперимент стоячего волна. Это очень интересно. В школе я выбрал для себя физмат и все, что связано с физикой, мне очень нравится. После выставки юные исследователи разделились на две группы. И каждый из них посетил интерактивное шоу. На одном показывали эксперименты со светом. Рассказывали о чудесах всех цветов радуги. На другом – повестовали о значимости электричеством, его красоте и явлениях, связанных с ним. Мы здесь в принципе не занимаемся образованием. Это не образовательное учреждение. Мы пытаемся спровоцировать интерес к науке. То есть это для маленьких детей игровая площадка. Для детей постарше – это уже действительно какие-то серьезные материалы, которые они отсюда могут подчеркнуть. Ну, в общем, одним словом – это популяризация науки. Второй частью дня стало посещение филармонии. Участники фестиваля посетили спектакль «Сказки на ночь» от Кая Герда. Актеры заворожили зрителей и сделали их вечер незабываемым. Конечно, выход на сцену – это как новая жизнь. Каждый раз что-то делаешь, получаешь удовольствие, встречаешься со зрителем. Этот день можно назвать эмоциональным пиком фестиваля. Ведь ребята испытали самые разнообразные ощущения. Они уже стали самой настоящей семьей РДШ, которая крепилась каждым днем.